Дом на углу улицы Ленина, бывшей Астраханской, и Николы Дворянской интересен не только как образец городской архитектуры XIX века. Стены его помнят великого сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Вчера, в день рождения великого классика, в нашем городе прошел ряд мероприятий, посвященных его памяти. Памятник у писателя, который установлен рядом с домом, где жил классик, а ныне расположен филиал областной библиотеки, приносили живые цветы. С 1858 по 1860 годы Михаил Евграфович занимал в Рязани должность вице-губернатора, а затем с 1867 по 68 год – управляющего губернской казенной палатой. В честь писателя названа одна из улиц исторического центра города, напоминающая о причастности великого классика к нашему краю. 27 января в библиотеке имени Горького прошла молодежная интеллектуальная игра, приуроченная 190-летию со дня рождения знаменитого русского писателя и государственного деятеля. В ней приняли участие старшеклассники из рязанских школ. Для участия им нужно было знать содержание самых известных сказок сатирика – «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Добродетели и пороки», «Орел-меценат» и другие. Кроме этого, нужно было знать биографию Салтыкова-Щедрина, особенно рязанский период его жизни и творчества. Сегодня все читающие, думающие люди в России отмечают 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. У нас в библиотеке это не просто имя писателя. Дело в том, что Михаил Евграфович является одним из основателей Рязанской областной библиотеки. Будучи вице-губернатором в Рязани, Салтыков-Щедрин вносил деньги для создания фонда библиотеки, передавал книги из своей личной библиотеки в фонд этой общественной. Мы, конечно, помним об этом. И каждый год проходят некие мероприятия, посвященные дню его рождения, а уж юбилейная дата тем более должна быть отмечена. Здесь же в библиотеке состоялось заседание краеведческого клуба, тоже посвященное юбилейной дате. По числу участников можно понять, что тема Салтыкова-Щедрина и его произведения и герои интересны нашим молодым современникам. Но наша задача сделать так, чтобы герои Салтыкова-Щедрина перестали быть актуальными, и перестали быть современными. Потому что мы с вами знаем, что это далеко не положительные, далеко не те герои, с которых стоит рисовать свой какой-то идеальный образ. Но вот чем лучше молодежь будет знать произведения писателя, знать то, какой вклад внес он в развитие литературы, в социальную жизнь региона, где ему пришлось служить несколько лет, причем дважды возвращался сюда Салтыков-Щедрин, тем легче будет выполнить эту задачу. До 6 февраля в читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная выставка «Идти вперед трудно, идти назад невозможно», посвященная юбилейной дате. На выставке представлены прижизненные издания «Писем к тетеньке», отдельные тома полных собраний сочинения писателя, коллекционные издания, фоксимилия рукописи «Забытые слова», произведения, начатого Салтыковым-Щедриным за несколько дней до смерти. Среди русских классиков XIX века Салтыков-Щедрин занимает исключительное место как мастер социально-политической сатиры. Писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. Он приобрел огромный авторитет благодаря злободневности своих произведений, резкому неприятию крепостничества, открытой поддержке народных интересов.